Всем привет! Это я, Пес Алтай. Нет-нет, говорить я не умею. Это всё мой чудесный ошейник. Он помогает мне перевести собаческого на человеческий одно важное сообщение. Если вы хотите помочь проекту, заходите на сайт дети.радиовера.ру и нажмите на кнопку «Помочь проекту». Радиовера и журнал «ФОМА» представляют Несущие мир Здравствуйте, дорогие мои! Алтай, поздоровайся! Алтай – моя собака. А я дядя Миша, Михаил Гаврилович. В прошлом врач, сейчас на пенсии. Сижу дома, читаю, гуляю с Алтаем, помогаю храму. Он у нас тут неподалёку. Как-то встретил на прогулке брата и сестру, Веру и Фому. Ребята замечательные, любознательные, толковые. Теперь приходят ко мне в гости на чай. Беседуем, вопросы друг другу задаём. Учимся друг у друга. Вот сегодня тоже должны прийти. Они. Алтайка, встречай. Михаил Гаврилович, здравствуйте. Алтай, дай лапу. Привет, Фома. Здравствуйте, дядя Миша. А я в вашем платочке. А я уже заметил. В том самом, который я тебе подарил на праздник «Жон Мироносец». Мне очень приятно. И тебе идёт. Ага, я потому его сегодня и надела, что мы опять будем разговаривать про женщин. Как в тот раз. Будем ведь, правда? Не, не как в тот раз, Вер. Потому что доктор обещал не только про женщин, а и про войну ещё. Ведь совсем скоро День Победы. И про женщин поговорим, и про войну. Вы проходите за стол, руки помойте и давайте чай пить с вареньем. Варенье из имбиря и апельсинов. Ничего себе! Это вы сами, что ли, сварили? А то кто ж, Алтай ещё не научился. Ух ты, никогда такого не пробовал. Так пахнет. А я его сейчас на хлеб намажу. Давай, намазывай скорее и начнём серьёзный разговор. А на чём мы остановились, доктор? На том, что во все времена жили великие женщины. Отважные, готовые к самопожертвованию, милосердные. Такие, как жёны мироносицы. И сейчас такие есть. Про умных женщин вы мне столько в прошлый раз наговорили. Одних учёных на целую книжку. Я её до сих пор читала. Умные – это одно, а отважные – другое. Ну, наверное, отважные во все времена бывали. Не такие, конечно, как жёны мироносицы, но... Почему ты так считаешь, Фома? Да потому что те-то были... Ого! Ха! С девой Марией дружили даже. Их сам Иисус учил. Они ничего не боялись. Вот поэтому им даже целый праздник посвятили. Неделю жён мироносицы. Таких женщин, конечно, никогда больше и не было. Дядя Миша, опять он начинает. Чего начинает-то? Не верить в нас, в женщин! Ты что ж, Фома, и вправду считаешь, что за всю человеческую историю со времён Иисуса не было женщин, достойных жён мироносиц, подобных им подеянием, и отважных, думаешь, тоже не было? Ну, Фома... А что, были, что ли? Конечно, были. Великое множество. Дядя Миша, а пример можно этих женщин, подобных подеяниям? Только чтобы они были наши. Ну, в смысле, на нашей русской земле жили. И чтоб с войной были связаны. Ну, что ж, хорошо. Кого бы вспомнить? Может быть, и Улеонию Лазаревскую? Или Ефросинью Московскую? Или, к примеру, Анну Кашинскую? Ты кого выбираешь, Верочка? Я? Я вообще-то люблю истории про принцесс. Ой, девчонки! Мы тут серьёзно разговариваем про святых, про войну. А нам про принцесс каких-то. Ну, отчего же, можно и про принцесс. Жила-была дочь шведского короля. Настоящая принцесса. Звали её Инги Герда. Она получила прекрасное образование. Много путешествовала. Воинским искусством, кстати, была обучена. Хорошо владела оружием, скакала верхом. Умела сражаться не хуже викингов. Вот это да! Викинги – это, конечно, здорово. Но, Михаил Гаврилович, мы же с вами про русскую землю договаривались, а вы нам про шведскую принцессу рассказываете. Да я помню. Но терпение, мой друг. Итак, шведская принцесса Инги Герда приехала на русскую землю, приняла православие с именем Ирина и стала женой русского князя Ярослава Мудрого. Ярослава? Того самого знаменитого! Нам про него в школе рассказывали. А, теперь понятно. Да-да. И родила она ему десять детей. Десять? Ого! Прям мать-героиня! В наши дни ей бы орден дали. Ирина помогала мужу во всех делах. Строила храмы и монастыри. Заботилась об образовании народа. Да. А про воинские искусства, небось, и думать забыла. Ошибаешься! Когда против великого князя Ярослава, который был хром и болен, выступил с ратью его брат Мстислав Тьмутораканский, Ирина вызвала его на поединок, предложив решить спор на мечах. Вот это женщина! Ой, я уже боюсь. И что же было дальше? Мстислав не ожидал такого поворота. Смутился, сказал, что с женщинами бороться не привык и покорился брату. Ага! Испугался, испугался, испугался! Да, вот и дядя Валера всегда говорит, что победить женщину – позор, а проиграть ей еще хуже. Уже в преклонных летах Ирина приехала в Новгород на закладку собора Софии при мудрости Божьей. И там стала монахиней Анной. Можно прям фильм снимать. Дочь короля – отважная, настоящий воин. Владеет оружием. А еще жена русского князя. И родила десять детей. А потом еще стала монахиней. Только, доктор, это все было уже давным-давно. А хочется услышать какую-нибудь историю, чтобы она была, ну, ближе к нам по времени. И про принцесс, чтобы. Да что ты заладила? Нет таких историй. Чтобы и принцесса, и святая, и чтобы у нас жила недавно, и чтобы ее жизнь была связана с войной. А вот и есть. Но я вам ее не расскажу, а покажу. Ура! Путешествие! Ура! Путешествие! Да. Алтай, иди сюда. Ошейник принес? Отлично. Ребята, вставайте рядом. Беремся за поводок. Закрываем глаза. Ой, это мы где? На Хитровском рынке в Москве. О, мой шрам. И грязно как. Плес. Какие-то подворотни, мусор везде, пылища. Фу, как на помойке. И покупатели с продавцами. Страшные какие. На бандитов похожи. Я бы у них ничего не купила. Осторожнее, Вер. Не испачкайся. Там лужа позади. Алтай, фу! Смотрите, в старом доме открылась дверка. И оттуда вышла женщина. Как она тут странно смотрится. Такая вся аккуратная, чистая, среди грязи. Как будто ангел выводит за руку мальчишку. Худющего. О, а там в стране еще несколько таких же маленьких грязнуль. С другой женщиной. Вон. Теперь эти монахини мальчишек куда-то уводят. Не монахини, а матушка Елизавета и ее помощница Варвара Яковлева. А почему они тогда одеты, как монашки? Не, Вер, не как монашки. Я перепутал. А теперь вспомнил. Вот такую похожую одежду и платки на головах я уже видел на старых фотографиях. Примерно про Первую мировую войну. Так одевались медсестры, да, Михаил Гаврилович? Да, это уже ближе. Ты имеешь в виду, как сестры милосердия? Точно, точно. Вон у них крест на груди. Матушка Елизавета и насельницы обители, которые она основала, действительно оказывали медицинскую помощь, как сестры милосердия. Но еще занимались и благотворительностью. При этом приносили обеты, как монахини. Но монахинями не были. По желанию, послужив в обители, они могли потом выйти из нее и создать семью. Дядь Миш, а зачем эти мон... мон... эти се... как они? Ты можешь называть их крестовыми сестрами. Ну да, в общем, зачем они здесь на рынке мальчишек отлавливают? Не отлавливают, а собирают. Они ищут по притонам сирот и безнадзорных ребятишек. Уговаривают их родителей, которые совсем опустились, отдать их детей в обитель на воспитание. Но ведь сестер же тут и ограбить могут, и убить. Вон у тех мужиков за углом вид прям вообще уголовный какой-то. Полиция не раз предупреждала Елизавету Федоровну, что не может гарантировать ей безопасность. Но она отвечала, что ее жизнь в руках божьих. Но, между прочим, даже разбойники уважали матушку и сестер и никогда их не трогали. А куда потом сестры девают этих детей, которых здесь собирают? Мальчишек устраивают в общежитие. Из одной группы таких недавних беспризорников образовалась артель посыльных Москвы. А девочки идут в закрытые учебные заведения или приюты. Там следят за их здоровьем, учат. А кто этим сестрам поручил собирать детей? Никто не поручил. Они сами так решили. Ведь матушка Елизавета не просто настоятельница обителей сестер милосердия. А кто? Перед вами, ребята, дочь великого герцога Гессен-Дармштадтского, вдова великого князя Сергея Александровича, сестра императрицы Александры Федоровны. Матушка Елизавета? Значит, она и есть принцесса? О, дождалась. Надо же, а я ведь и правда не верил. Да, дети. Это настоящая принцесса из немецкого княжества. И таких домов презрения для сирот, инвалидов, больных она организовала много. До презрения? Там их что, презирали, что ли? Это же плохо. Вера, не презирали, а презирали за ними. То есть присматривали, ухаживали, заботились. Осторожней, доктор. О, эта пьяная компания вас чуть не снесла. Спасибо, Фома. Знаете что, давайте переместимся в более благопристойное место, где мы о святой Елизавете побольше узнаем. Да, пора. Алтайка, ты где? Ты здесь? Лапа не испачкал? Беремся скорее за поводок. О, вот тут гораздо лучше. Вот мы у ворот каких-то. А за ними что? Оставим здесь Алтая, а сами зайдем внутрь. Дорожки, клумбы, кусты цветущие. А церковь какая красивая. Белая с черными луковками и золотыми крестами. А как это место называется? Марфа-Мариинская обитель. Марфа-Мариинская? Марфа и Мария – это сестры Лазаря, которого Иисус воскресил. Точно. Вот вам и связь с женами-мироносицами. А другая связь – в жизни основательницы обители и ее сестер, которые решили служить Господу и людям, как Марфа и Мария, и добрыми делами, и молитвой. А вот же она, о, Елизавета! Выглянула на секундочку в окно. О, и уже спустилась, вышла во двор монастыря. Торопится куда-то. Из своей кельи спешит в больницу. Заглянем в келью, а потом последуем за ней. Да здесь и нет ничего почти. Маленькая комнатка, кровать деревянная. Даже без матраса. А вы говорили, что она принцесса. Ха, разве принцессы так живут? Елизавета и у себя дома, в немецком княжестве, жила скромно. И в России старалась избегать роскоши. А после смерти мужа и вовсе раздала все драгоценности. А все свои деньги отдала на постройку Марфа-Мариинской обители. И поселилась здесь, в обители? Да. Спала матушка Елизавета по три часа в сутки. Вставала в шесть утра, раздавала поручения сестрам, учила их, молилась и много часов проводила в монастырской больнице, ухаживая за больными. Нядя Миша, а что случилось с ее мужем? Почему он умер? Великого князя Сергея Александровича убил революционер Каляев. Ой-ой-ой. Наверное, Елизавета очень страдала. Представляю, что она думала про этого убийцу. Не уверен, Фома, что ты представляешь. Алтай, ко мне. Перенеси-ка нас на несколько лет назад, в канцелярию Пятницкой части. Канцелярию? А это где? В тюрьме, Верочка, в тюрьме. О, кабинет. Решетки на окнах. И человек в арестантской одежде. Смотрите, сидит на стуле, а рядом военный. А два жандарма еще у дверей его охраняют. Смотрите, ходит какой-то важный господин. Гордоначальник. А за ним матушка Елизавета. В черном платье. Красивая и печальная. А что, этот арестант и есть Каляев, да, доктор? Он встал ей навстречу. Но сейчас Елизавета ему покажет. Говорят о чем-то. Елизавета такая грустная и бледная очень. Я жена того, кого вы убили. Скажите, за что вы его убили? Спрашивает великая княгиня. Про то знают те, которые поручили мне это исполнить, отвечает Каляев. Зная доброе сердце покойного, я прощаю вас. Принцесса протягивает ему маленькую иконку. Смотрите, убийца плачет. Бог будет судьей между князем и вами. А я буду ходатайствовать о сохранении вам жизни. Вот слова вдовы. Алтай, ко мне. Возвращаемся в Марфо-Мариинскую обитель. Надо же. Каляев ее мужа убил. Она его простила. А помните, как Иисус на кресте говорил о своих убийцах? Отче, отпусти им. Не ведают, Бо, что творят. Эти слова Елизавета Федоровна написала на кресте, воздвигнутом на месте убийства мужа. А Каляев? А Каляев все-таки отказался перед казнью от исповеди. Но после встречи с великой княгиней Елизаветой, он весь день лежал на кровати, смотрел на икону, подаренную Еме, и плакал. Ясно. Вот мы и снова в обители. У больницы. Какое-то тут место необычное. И церковь, и больница, и приют. Здесь есть еще бесплатная столовая для бедных, аптека, библиотека. Обитель получала от неимущих до 12 тысяч прошений о помощи в год. И всем помогали? Всем. Доктор, но ведь это все было не во время войны. А вы говорили, что жизнь принцессы Елизаветы была связана с военным временем. Да, была связана. Во время русско-японской войны в госпитале, который устроила матушка Елизавета, лечили раненых. Под мастерские для помощи солдатам заняли почти все залы Кремлевского дворца. А для чего заняли? Тысячи женщин там шили форму для солдат. На фронт шли тюки с продовольствием, обмундированием, медикаментами. Надо же! В Кремле форму шили. На свои средства великая княгиня сформировала несколько санитарных поездов и открыла даже санаторий для раненых. А почему даже? Потому что, Фома, в те времена и госпитали не так часто открывались. А места, где раненые после лечения могли восстановить свое здоровье, прийти в себя, как санаторий Елизаветы Федоровны по Новороссийскому, вообще были великой редкостью. Так, а вот и Алтайка. Алтай, привет! Заждался. Возвращаемся домой. Прибыли. Ух, чаю хочу. Я тоже. С пирогом. И я тоже. Сейчас поставлю. Скоро вскипит. Дядя Миша, а где матушка Елизавета похоронена? Сейчас мощи ее и инокини Варвары на Святой Земле, в Иерусалиме. А умерла Елизавета Федоровна трагически. Во время гражданской войны приняла мученическую смерть от рук большевиков. Ой, за что? За то, что она была членом царской семьи. За Елизаветой Федоровной последовала ее верная помощница, инокиня Варвара Яковлева. Которую мы видели на хитровке? Она что, тоже была из царской семьи? Нет. Варвара была простая женщина и могла спастись. Но она так любила свою госпожу, что решила оставаться с ней до конца. И приняла смерть ради Христа. Верная, как жены мироносицы. А Елизавета спастись не могла? Она же солдатам столько помогала. Что же они ее не спасли от убийц? Верочка, могла спастись. Когда в России произошла революция и над всей царской фамилией нависла опасность, Елизавете Федоровне, внучке английской королевы Виктории, несколько раз предлагали помощь. Давайте мы увезем вас за границу, к родным в Германию, в Швецию. Надо было соглашаться. А она что? Она всякий раз отказывалась. Хотела разделить с Россией все ее испытания. И принцессу убили. А с той поры, как она вошла в небесное царство, ее молитвы помогают и всем нам. И в войне победить помогали. И веру православную вернуть на нашу землю. Ну и вообще, Господь дает силы всем, кто страдает за правду. Не только православным, а всем людям. И неверующим. И им тоже. Так было во время Великой Отечественной войны. Миллионы людей, и мужчин, и женщин в те тяжелые годы защищали родину от фашистов. Отдавали свои силы, свои жизни за родную землю. А они были верующие? По-разному верочка. И верующие были, и атеисты. А кто-то и верил в Бога, но не говорил об этом. Бывало так, что солдат писал матери в письме с фронта. Мама, я вступаю в партию. Мама, помолись за меня Богу. Ну как же так? Ведь те, которые вступали в партию, они же в Бога не верили. Нам в школе про это говорили. Фома, в те времена многие считали, что это совместимо. Вступить в партию и верить в Бога. Просить о себе молитв. Конечно, когда там всякие пули и снаряды рядом стреляют, сразу захочешь попросить у Бога, чтобы он спас. Да, и это тоже. И спас не только тебя, а и твоих близких, твою родину. Это уж точно. И героев было много. И среди неверующих в том числе. Зоя Космодемьянская, например. Нам про нее рассказывали в школе. А что она сделала? Она была партизанкой и пошла воевать почти сразу после школы. После школы? Почти что девочка? Да, всего 18 лет. Вот видишь, доктор тоже про нее знает. Зоя пришла в одну деревню, занятую фашистами, чтобы выполнить задание. А фашисты взяли ее в плен, мучили, допрашивали. Она им сказала, ничего вы от меня не добьетесь. Ой, какая храбрая. Ее босую вели по снегу, а перед казнью прямо посреди деревни она всем жителям сказала, все равно им нас не победить. И мы победили. Да, Верочка, победили. Фома, молодец, что вспомнил Зою. Она настоящий герой. Между прочим, дедушка у Зои был священник. Об этом даже фамилия ее говорит. Космодемьянская. От имен святых Космы и Дамиана. Наверное, этот дедушка за Зою молился? Мы, христиане, верим, что ее дедушка у престола Всевышнего просил укрепить свою внучку на подвиг, помиловать ее душу. Доктор, а разве за неверующего человека можно молиться? Даже если он или она герой? Можно. В Евангелии сказано, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вот Зоя положила душу за своих друзей, за свой народ, за свою родину. Даже наш святейший патриарх Кирилл говорил о том, что с таких героев, как Зоя Космодемьянская, нужно брать пример. Потому что любовь выше всего. Вера, надежда, любовь. И любовь главная? Даже больше, чем вера и надежда? Больше. Об этом еще апостол Павел говорил. Это хорошо. Доктор, а мне про героев еще интересно. Ну, в смысле, про женщин-героев. Я вот знаю мужчину, Александра Матросова. Он с собой закрыл амбразуру немецкого дзота. А такие женщины, как он, тоже были? А что такое дзоты? Это, Вера, когда из укрепленного укрытия стреляет пулемет. И к нему никак не подобраться. И он с собой закрыл? Да, представляешь. Фома, ты прав. Все знают подвиг Александра Матросова. Но ведь так геройски отдавали свою жизнь за родину многие воины. Две женщины совершили такой же подвиг. Одна из них, партизан Карима Шершнева, сделала это даже раньше, чем Матросов. Потом такой же подвиг совершила врач партизанского отряда Нина Бабылева. Вот это да! Настоящие героини! Доктор, я так понимаю, что женщины служили в медицинских разных службах и были партизанами. А в других войсках воевали мужчины только? Женщины во Второй мировой войне воевали наравне с мужчинами. Были летчицами, зенитчицами, снайперами и даже танкистами. Была даже гвардии полковник, командир морской пехоты. Звали ее Евдокия Завалий. Морской пехоты? Ничего себе! Я думал, морпехи это только мужчины. Ошибаешься. Я тоже думала, что женщины на войне служили только медсестрами. А которые не медсестры, те с детишками сидели. Ну, пока мужчины воевали. Верочка, ты права в том смысле, что героини были не только на передовой, но и в тылу. В тылу? Это где? Ну, это не на фронте, где стреляют, а там, куда враги не добрались. В тылу женщины работали и за себя, и за тех, кто ушел на фронт. На заводах и фабриках делали снаряды, растили хлеб, шили солдатам шинели. И с детьми, конечно, сидели. И не только со своими. А с какими еще? С теми, которые остались без пап и мам. Вспомнить, к примеру, такую замечательную женщину, Токтагон Алтыбасарову. Ой, какое имя необычное. Она, наверное, откуда-то из другой страны, что ли? Правильнее сказать, из другой республики, из Киргизии. Теперь это другое государство. А тогда мы жили в одной стране. И что же сделала этот Токтагон? В Киргизию во время войны эвакуировали больше 140 тысяч детей со всего Советского Союза. Многие из них были из блокадного Ленинграда. Из Ленинграда? Это где все голодали? Да, где почти 900 дней был голод. Многие дети остались без родителей. Их эвакуировали в Киргизию. Токтагон было тогда всего 17 лет. Но она взяла себе на попечение 150 детишек. 150? Целая школа! И как же она с ними управлялась? О, непросто. Дети были голодные, перепуганные, с тоненькими шеями. Многие даже ходить не могли. Токтагон заходила к сельчанам, рассказывала о малышах. И люди несли детям молоко, сыр, овощи. Иногда последнее, что было в доме. Бедненькие! Сразу малышам нельзя было давать много есть. И Токтагон понемножку поила их молоком с ложечки. Иногда выбегала на улицу и рыдала. Так ей было тяжело и жалко детей. Но потом вытирала слезы, возвращалась и продолжала их кормить. Не могу. Они хоть выжили, дядя Миша? Выжили. Десять лет Токтагон заботилась о детях. Благодаря ей ленинградские ребятишки выросли. Получили образование. Разъехались по всей стране. Вот это да! Правда. Удивительная женщина. Настоящая мироносица. Вот какие у нас были героини. Точно. За границей-то небось таких не было. Почему ты так считаешь? А как же Жанна Дарк? Как же мать Тереза? Ну, мы-то, доктор, про Вторую мировую войну говорим. Ну, что ж. Расскажу-ка я вам об одной моей коллеге. Тоже докторе, которая жила в Польше. Хотя, что рассказывать. Сами все увидите. Мы отправимся в путешествие. Прямо на войну. На фронт. Не на фронт, а за линию фронта. В занятую фашистами Варшаву. Столицу Польши. Алтай, ко мне. Беремся за поводок. Закрываем глаза. Фу, Алтай, фу. Ой, какие злющие собаки. Скалятся, рычат, с поводков рвутся. Алтайка, Алтайка, успокойся. Тихо, тихо. Они нас не видят. Но, видимо, чуют. Колючая проволока. Фашисты в форме ходят. Охраняют. Мы эсэсовцы. Самые страшные из фашистов. Самые злые. А что там за колючей проволокой, Михаил Гаврилович? Варшавское еврейское гетто. Вер, ты сейчас все равно спросишь. Поэтому я тебе сам расскажу. Гетто – это место, откуда никого не выпускают. Например, какой-нибудь район города огораживают, туда всех сгоняют и не выпускают. Ой, как холодно. И дождик такой противный. Вот, накинь плащ. Фома, ты прав. Фашисты удерживали в гетто десятки тысяч евреев и увозили их отсюда в лагеря смерти. Целая толпа людей за колючей проволокой. Какие они все худые. Ну, да. Прямо кожа и кости. Мужчины, женщины, дети. У них такие лица печальные. И круги под глазами. Осторожно, Фома. Отойди в сторонку. Ворота открываются. Заезжает медицинская машина. Ну, фашисты. Расталкивают всех. Пинают. От машины отгоняют. Смотрите, из нее выгружают всякие коробки, ящики, сумки. О, это лекарства. Да, медикаменты и нужные людям вещи. Фашисты очень боятся эпидемий, заразных болезней. И поэтому позволяют врачам приезжать в гетто, чтобы проверять санитарные условия в домах. Из машины выходит молодая женщина в одежде доктора с большой сумкой. И другие люди в медицинской одежде. Ой, у них тоже собачка. Только не такая злющая, как у эсэсовцев. Все врачи расходятся по разным домам. Пойдемте за той, которая с сумкой. Это Ирена Сэндлер. Она зашла в подъезд старого дома. Тут темно. Фома, Фома, ты здесь? Да, я здесь. Я по лестнице поднимаюсь. Молтай, не отставай. Дверь в одну квартиру открылась. Тут женщина с ребенком. Ой, совсем малыш. Спит так крепко. А в комнате у женщины еще детки. Перепуганные такие. Жмутся друг к дружке. Доктор, что происходит? Мама задергивает занавески, дает своему ребенку попить из бутылочки. Дожидается, пока малыш крепко уснет. Смотрите, она отдает его завернутого в одеяльце Ирене. А Ирена его в сумку прячет. Прям как куклу. Ирена о чем-то шепчется женщиной. Показывает на других детишек. И уходит. А как же малыш? Он не задохнется? Ирена его что, украла? Вера, малыш не задохнется. Ирена его спасает. Спасает? О, Ирена выходит из подъезда и спешит обратно к машине. А туда уже другие врачи тоже идут. Несут какую-то коробку. С дырочками по бокам. Из-под лекарств, наверное. Только она что-то тяжелая у них. Алтай, ты что? Он чувствует. Фома, в коробке, наверное, тоже спрятан ребеночек. Точно. Смотри, как они эту коробку бережно несут. И оглядываются по сторонам. Ой, а если он заплачет? Не дай бог. Там же фашисты рядом с машиной стоят. С автоматами. Правда, доктор. А если они заметят, что врачи прячут детей в машине? Если заметят, расстреляют Ирену. И ее помощников. И их близких. Малыш, не плачь. Пожалуйста. Сейчас тебя вывезут подальше. Там ты можешь проснуться и кричи, сколько вздумается. А пока... Ну, у Ирены в сумке ребенок спит крепко. Ой, что это? Это же другой малыш, который в коробке проснулся. Ой, что же теперь будет? Эсэсовцы оглядываются. Автоматы скинули. Доктор. Собачка. Собачка, которая с врачами залаяла громко-громко. Я понял, понял. Она не просто так лает. Это чтобы не было слышно, как ребенок плачет. Точно. Фашисты засмеялись. На собаку показывают. Она прыгает, кружится, отвлекает их. Ох, слава богу, не догадались. Махнули рукой, отошли в сторону. Да, эта специально обученная собачка спасла не одну жизнь. А Ирена и ее помощники наладили целую систему спасений детей из гетто. Выносили их в коробках, чемоданах, на тележках. Маскировали под видом багажа. Ну, давайте уже, открывайте ваши ворота. Поехали. Ох, все, уезжает санитарная машина. Слава богу. А как же те другие детки, которые с мамой остались? Сейчас увидим. Алтай, перенеси-ка нас сюда же в гетто, но ближе к ночи. Опять тот же дом. Совсем темно. Не, смотри, там прожекторы включили. Прямо глаза слепит. Часовые ходят с автоматами. Смотрите, смотрите. Несколько человек крадутся вдоль стены. Это дети. Трое. Их ведет женщина. Ирена? Не знаю. Или она, или ее помощница. Тихонько, тихонько. А, самая маленькая девочка споткнулась и упала. Коленку, наверное, ушибла. И вскрикнула. И хнычит. И собаки, как назло, рядом нет, чтобы заглушить плач ее. Часовой с автоматом оглянулся. Бежит к дому от ворот. Зовет других. Фома, отцепляй быстро Алтая. Алтай, вперед, голос. Надо же. Фашисты Алтая не видят. А как он лает, слышат. Останавливаются. Оглядываются. Ура! Бегут в другую сторону. От детей в другую. Молодец. Молодец, Алтайка. Отвлек фашистов. А дети уже спускаются в подвал дома, который стоит возле колючей проволоки. Тссс. Давайте и мы за ними. Из подвала залезаем в какой-то темный туннель. Даже не в туннель, а в трубу. Да, мне тут и не разогнуться. А под ногами сыра. Что-то охлепает. Идем, идем. Ну, когда же конец? Ребята маленькие впереди. Держатся за руки. Ничего, молодцы. Не плачут. Темно так. О, свет впереди, сверху. Там люк. Ребятки, поднимайтесь. Вот так, вот так. По лестнице, по очереди. Надо и нам выбираться на воздух. Ох, это мы через водосточную трубу вышли в город, что ли? А где колючая проволока? Она осталась позади. Детей вывели, спасли. Ура! А как же их мама? Осталась там, в гетто. Детей можно было разобрать по семьям, по приютам в монастырях спрятать. Со взрослыми было сложнее. Как хорошо, что детки спасены. Как хорошо, Вер, что война кончилась и что фашистов победили. А как же эти дети потом смогут найти своих мам и пап? Правда. Некоторые же даже разговаривать не умеют. Имена детей и настоящие, и те, которые им придумывали на воле, чтобы фашисты не догадались, кто они, Ирена записывала, складывала в банки и закапывала под деревом в саду у своей подруги. А, делала тайники! Здорово придумала! А после войны она эти банки откопала. В списках Ирены Сэндлер было две с половиной тысячи человек. Сколько? Две с половиной тысячи? Не может быть! Я бы тоже сказал, что это невозможно. Но это так. А потом Ирена разыскала почти всех спасенных, чтобы узнать, как сложилась их жизнь. Я представляю, сколько людей теперь за нее молятся. Да ей же надо было дать какой-нибудь самый-самый лучший орден. Да ей дали, Вера. Самый-самый лучший. Польский орден улыбки. Единственный в мире орден, который дети присуждают взрослым. А еще ей присвоили звание праведник народов мира. Надо же! Она прямо как мироносица. Такая же отважная. И смелая. И милосердная. Мира носится, потому что несет мир. Вы правы, ребятки. Ну, давайте уже возвращаться домой. Да, пора. Беремся за поводок. Да, путешествие не из легких. Алтай, как ты их уважаю! Да, молодец. Иди-ка, дружок, ложись на свой коврик, отдыхай. Я в кресло сяду, с вашего позволения. Садитесь, садитесь. Отдыхайте, доктор. Чайник я сам поставлю. А я чашки ополосну. Вот. Так. А платочек мой где? Белый. Ну, вон он. Ты же его сама оставила на полке. Точно. А подержите мне его, пожалуйста. Давай. Тем более, что белые платочки спасли церковь. Что? Платочки никого спасти не могут. Тем более, церковь. Это так говорят, Фома. Белыми платочками называют женщин, которые в годы гонений на церковь продолжали приходить в храмы молиться. Гонений на церковь? Это когда все взрывали и разрушали? Взрывали, разрушали, оскверняли храмы и монастыри, сжигали иконы. Я видел по телевизору. Показывали старую съемку, как взрывали. Вообще непонятно, как еще что-то осталось. Вот благодаря им и осталось. В то время, когда захождение в храм могли посадить в тюрьму, никто туда и не ходил. Ни мужчины, ни молодежь, даже верующие. Приходили только женщины, чаще всего пожилые. И в белых платочках. И ничего не боялись. Благодаря им русская церковь сегодня и жива. Они, получается, тоже как воины, эти женщины. Только без мечей, автоматов и военной формы. Тоже защитники Родины. Нет, Фома, они как мироносицы. Мироносицы же тоже ничего не боялись. Пока ученики Христа прятались, они и ко Кресту его пришли, а потом и ко гробу. Я, доктор, очень, конечно, удивился. Чему, Фома? Да всему, что и в прошлый раз, и сегодня услышал и увидел. Женщины, оказывается, и это могут, и то. Хм, странно. И воины они, и героини, и святые. Во всем почти как мужчины. А чего ты говоришь почти? Почему почти как мужчины? Ну, все-таки, Вер, согласись, не может же женщина быть священником. Дядя Миша, это правда? Не может? Нет, Верочка, не может. Хм, а почему? Вот сейчас тебе Михаил Гаврилович скажет, почему нельзя. Ну, потому что священник не просто так одевается в длинные одежды. Не просто так облачается в сияющие ризы. Знаешь, кого он изображает? Кого? Самого Христа. Поэтому подумай, странно будет, если женщина станет изображать Иисуса. Но ведь в других странах священница есть. Удивительно. Вот и мне удивительно. Богородица, которая выше всех святых, священников, епископов и патриархов, выше ангелов, не была священником. Как же обычные женщины могут дерзать на это? А-а-а. Это потому, что священник – это образ Иисуса? Да. Теперь поняла. А все-таки жалко, что нам нельзя, как мужчинам. Да что ты завидуешь, Вер? Мужчины тоже ведь много чего не могут. Чего, например? Например, быть мамами, детей рожать. А-а-а. Да, этого вы не можете. Молодец, Фома. И правда ведь все святые, все великие ученые, все самые-пресамые умные люди появились на свет благодаря кому? Мамам. Точно. Если бы не было мам, то не было бы ни святого Николая, ни Анна Предтечи, ни Богородицы, ни даже самого Христа. И мамы, получается, это самое главное на свете. Это их такое служение – давать людям жизнь. Правильно, доктор? Да, Фома. Ну, кто еще, кроме мам, может давать жизнь? Бог может. Совершенно верно. И значит, мамы, женщины являют собой. Образ Бога? Вот это да. Значит, мы, женщины, тоже служим Богу, как мужчины, только по-другому. Потому что мы можем давать жизнь? Именно так. Просто это разные виды служения. Разные виды уподобления Творцу. А вместе мы друг друга дополняем. Да, я помню. Мы про это говорили. Про две половинки. И про то, что семья создается во образ Святой Троицы. Точно. Вот как раз скоро будет другой праздник – День Святой Троицы. И мы обязательно встретимся. Еще раз про это вспомним. День Святой Троицы – это когда березки в церкви? Да, березки и трава. Ура! Я знаю. Нас бабушка водила. Мы видели. Видели, да. Мы к вам придем, Михаил Гаврилович, примерно через месяц, ладно? И поговорим. Ну, погодите, ребята. Почему через месяц? Мы же увидимся с вами раньше? На День Победы. Точно. Надо встретиться в День Победы. Непременно. Вы же, надеясь, выйдете на Бессмертный полк? На Бессмертный полк? А, это где все с портретами идут, да? Да, с фотографиями своих близких, участвовавших в Великой Отечественной. А у вас, дядя Миша, кто из близких участвовал? И дед мой, и бабушка Катя. Бабушка была медсестрой. Дед с ней в госпитале и познакомился. О, Вер, а мы тоже можем выйти с фотографии прадедушки Васи. Он же герой войны. Точно. И маму с папой с собой возьмем. И бабушку, и дядю Валеру. Ну, значит, до скорой встречи. До встречи. И со всеми праздниками вас, дорогие. С прошедшим днем, Жон Мироносец. С предстоящим Великим Днем Победы. И Христос Воскресе. Воистину Воскресе. В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома. Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама. О дальнем, о вечном. О личном и сердечном. О жизни, о вере. О мире бесконечном. Мы будем беседовать вновь. Солтаем, слетаем. Мы дальше, глубже, выше. И снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь. Дорогие друзья, благодарим вас за помощь в создании программы. Ваши пожертвования – это наши новые выпуски. Редактор субтитров А.Семкин